Если бы я был европейцем и прислушивался к тому, что происходит в Вашингтоне, я бы испугался до смерти. Первый вопрос, который у меня возник бы, заключается в следующем, почему мы в Нидерландах, почему любой достаточно умный голландец должен хотеть воевать на востоке Украины. Из-за чего? Ради чего? Потери Германии в последний год Второй мировой войны, я бы сказал, не прошли и года это было похоже на 9 месяцев, и они были намного больше, чем за все месяцы до окончания войны. Такое случается в конце конфликтов. Все рушится, люди пытаются отступить, выйти из боя и их убивают. Именно это происходит в Украине. Это бесчеловечно. Мы должны остановить это. Мы в Вашингтоне должны вмешаться и сказать нет, прекратите. Давайте придем к какому-то урегулированию путем переговоров, прежде чем Украина будет полностью уничтожена. Но никто этого не сделает. И я думаю, что со временем европейцы скорее рано чем поздно поймут, что реальной угрозы со стороны России не существует. Если и есть какие-то проблемы, то они скорее всего внутренние. Как я уже сказал, в Соединенных Штатах, если вы ищете экзистенциальные угрозы Соединенным Штатам, то они являются здесь, внутри нашей страны и на наших границах. Они не находятся в какой-то далекой стране за океаном. Да, так что когда Трамп, например, говорит, что он не уверен, будет ли он поддерживать определенных членов НАТО, когда они не выполнят обещание инвестировать 2% своего ВВП в оборону, вы бы с ним согласились? О, я думаю, что да. Я думаю, что гораздо важнее то, что он занял эту позицию, и я полностью согласен с ним в том, что люди в Европе должны сами принимать первые меры реагирования. Европейские государства превратились в то, что я бы назвал военные в меньшей степени экономической зависимостью от Великой Американской империи. Теперь это устраивает людей в Вашингтоне, где все зависит от эго. И людям, сидящим в Вашингтоне, нравится думать, что они находятся в центре вселенной и контролируют весь мир. Прямо сейчас они получают образование, которое показывает, что это не так. Но такое отношение будет очень трудно искоренить. Я думаю, европейцам действительно нужно взять под контроль свою судьбу. Если они до сих пор этого не поняли, то Шарль де Голь был прав. Шарля де Голя все ненавидели, когда он это сказал, но он был абсолютно прав. Он сказал, что европейцам нужно кое-что понять. Британия это остров, а американцы живут не в Европе. Он был абсолютно прав. Мы этого не делаем. Эйзенхауэр, который на момент основания НАТО все еще находился на действительной службе в звании генерала, а затем впоследствии стал президентом в 50-х годах. В 50-х годах выдвинул аргумент, что если через 10 лет НАТО все еще будет существовать, а мы не справимся со своей работой. Его точка зрения заключалась в том, что Европа должна твердо стоять на ногах, и что еще более важно, мы должны были в первую очередь с помощью дипломатии прийти к какому-то соглашению с Россией. В то время это был Советский Союз. Я думаю, если бы он был жив сегодня, он занял бы ту же позицию. Кстати, он также решительно выступал за нейтралитет различных государств Восточной Европы, а также на Балканах. Его доводы были просты, у нас американцев нет ресурсов, чтобы защитить все эти места, в случае если Советский Союз решит напасть на них. Это верно и по сей день, у нас просто нет таких ресурсов. На самом деле это и есть наша главная проблема. И это заключается в том, что люди в Вашингтоне продолжают обманывать себя и верить, что на самом деле сейчас 1991 год, что мы одно и то же государство, одна и та же нация, одно и то же общество, обладая той же военной мощью, что и в 91-м, мы уже не те. Мы сильно изменились и сократили большую часть нашей военной мощи. Так что ты также можешь подумать, что Соединенным Штатам нужно было бы отказаться от всей этой доктрины, основанной на стремлении к превосходству и гегемонии по всему миру, исходя из доминирования в спектре. Я имею в виду, что ущерб, нанесенный Вулфовицем и его маленькой статьей, написанный еще в 1990-х годах, неисчислим, потому что это было оправданием для нас вмешиваться в дела других людей по всему миру. И, конечно же, ты помнишь, как в битве при Олбрайт, которая пришла к власти при Билле Клинтоне, провозгласила идею незаменимой сверхдержавы. Ее точка зрения заключалась в том, что на планете ничего не может и не должно происходить без нашего участия в той или иной форме. Это, конечно, полная противоположность всему, во что верили люди, основавшие Соединенные Штаты и превратившие их в страну, которая в конечном итоге стала таковой. Да, так вот, ты сказал, что европейцам нужно защищаться. В то же время ты не видишь явной и реальной угрозы для Европы, исходящей от России. Так что в этом смысле у Европы было бы время начать строить свою собственную оборону. Ну что же, первый вопрос, который у меня возникает, таков, что такое Европа? Да, конечно, есть Европейский Союз, есть Европа. Как бы ты определил Европу? Ну что же, я не собираюсь давать тебе определение этого понятия, но я попрошу тебя объективно взглянуть на свою собственную историю и свою позицию. Существует длинный меморандум, написанный князем Горшиковым, который был министром иностранных дел России в 1870-х годах. И в конце он приводил множество интересных аргументов. Но в конце меморандума он написал кое-что о концерте Европы и о том, чего ожидает концерт Европы. Бисмарк взял этот меморандум и прежде чем отправить его королю Пруссии, который в то время был новым императором Германии, он нацарапал на полях, что такое концерт Европы. Концерт Европы? Ну что же, мой вопрос в том, что такое Европа. Потому что я прожил в Европе время от времени почти 10 лет своей жизни. 8 из этих лет я провел в основном в Германии и 2 года в Бельгии. Сейчас я не вижу особых свидетельств существования такого типа Европы, но то, что я вижу, это Северная Европа, Центрально-Восточная Европа, Западная Европа, Южная Европа и Юго-Восточная Европа на Балканах. А еще есть Далекая Восточная Европа. Ты знаешь, я по-прежнему считаю русских европейцами, так что возможно они не участвовали в том, что мы на Западе называем тремя великими событиями западной цивилизации, реформацией, ренессансом и просвещением. Тем не менее, они европейцы. Они говорят на индоевропейском языке, и их культура не так уж чужда нам, вопреки распространенному мнению. Так что же такое Европа? И я думаю, что происходит так, у каждого жителя Берлина, который смотрит на восток, есть взгляд на мир, который не сильно отличается от взгляда жителей Берлина в Европе. 19 сотен тех, кто смотрел на восток. А люди в Париже, которые смотрят на юг, восток, запад, север, не сильно отличаются от того, каким он был раньше. Но это не значит, что никто не изменился, и люди остались неандертальцами без изменений. Нет, я просто честно говорю о том, что важно в каждой из этих стран. Что заставляет их сотрудничать или воевать? Я думаю, европейцы должны объективно взглянуть на самих себя и решить, где находится та общность интересов и культуры, которая поддерживает настоящую зону безопасности. Потому что, честно говоря, если вы думаете, что итальянцы, испанцы, португальцы, греки или даже французы, если уж на то пошло, хоть отдаленно заинтересованы в сражаясь на войне в Украине, вы сошли с ума. Там никого это не интересует. Этого не произойдет. И, честно говоря, для большинства из них все, что происходит в этой части света, не имеет никакого значения. Это не новая проблема. Ты знаешь, во время обсуждения Версальского договора, когда они пытались найти новые решения, если хочешь, все это обернулось, это было бы катастрофой, знаете ли, для послевоенной Европы. Никто из тех, кто участвовал в этих дискуссиях, не знал ничего о мире за пределами Берлина и Вены. Все, что происходило в Будапеште, Праге, Варшаве и других местах, было тайной за семью печатями. И они принимали неправильные решения, которые потом стали нас ужасно преследовать. Так что я не думаю, что можно добиться единодушия интересов на основе искусственной конструкции под названием Европейский Союз. То же самое верно и для НАТО. Я имею в виду, запомни это, люди все время говорили о том, что настоящая миссия НАТО состоит в том, чтобы не подпускать советы, и немцы повержены, и вся эта чепуха. Ну что же, все это ушло в прошлое. Теперь все это не имеет значения. Мы не пытались расставить все по своим местам, но мы также не пытались заставить кого-либо в Европе задуматься об альтернативе. Ты знаешь, одна из первых вещей, в которую я твердо верил, когда вернулся из Верховного штаба союзных держав в Европе в 2000 году, заключалась в том, что военный командующий, Верховный Главнокомандующий союзных держав в Европе, не должен быть американцем, он должен быть европейцем. Так вот, если европейцы хотят изменить это, то все в порядке, делайте все, что им заблагорассудится. Но для нас настало время отказаться от военного доминирования в Европе. Проблема заключалась в том, что когда вы сели за стол переговоров с европейцами и сказали, ну что же, если вы собираетесь действовать эффективно. Вам нужно создать свое собственное командование, контроль, коммуникации, разведку, наблюдение, разведывательный комплекс. Другими словами, у тебя должны быть космические возможности и все такое прочее. У всех загораются глаза. Так что пока американцы приносят это, и я сказал, ну что же, пока американцы приносят это, ты в конечном итоге окажешься под их командованием. Контроль. Теперь мы сделали все, что было в наших силах. Давайте будем откровенны, чтобы втянуть Европу в войну против России. Это началось не в феврале 2022 года. Мы занимаемся этим уже много лет. Мы решительно начали в 2014 году, когда дестабилизировали Украину, сменили правительство, совершили государственный переворот при поддержке ЦРУ. И установили в Киеве режим, который был готов быть враждебным России и отстаивать наши интересы. Так этого ли хотят европейцы в будущем? И теперь у вас есть эта правящая элита, если хотите, управляющая всеми вашими странами, которая говорит вам, что это замечательно, что все должны начать войну с Россией. И изображает Россию так, как будто она все еще была советским государством при Сталине, что является абсурд. Все это неправда. Так вот, некоторые люди говорят, что ситуация с правами человека в России не такая уж и плохая. У меня есть для тебя новости. Ты можешь указать на множество недостатков в обществе каждого человека в любой стране. Знаешь ли, Соединенные Штаты вряд ли можно назвать неуязвимыми для такого рода критики. У всех нас есть внутренние проблемы, связанные с самыми разными вещами. Это не оправдывает войну с кем бы то ни было, особенно с учетом того, что русские не предприняли никаких действий, которые были бы в корне антиевропейскими. Напротив, вы заставили русских прогибаться назад с тех пор, как наконец закончилась холодная война, которая на самом деле была действительно горячей войной, происходящей на Украине. В течение многих лет, когда это наконец взорвалось у всех на глазах, российское правительство все еще прогибалось назад, чтобы избежать конфликта с Россией. Европа этого не хочет. Она хочет заниматься бизнесом. Для меня удивительно, что это никогда не попадает в основные средства массовой информации. И если бы я был европейцем и слушал тамошний диалог и то, что доносится из Вашингтона, я бы испугался до смерти. Первый вопрос, который у меня возник бы, заключается в следующем. Почему мы в Нидерландах, почему любой достаточно умный голландец должен хотеть воевать на востоке страны? Украина? Из-за чего? Из-за чего? И главная причина, по которой они сейчас пытаются это продать, заключается в том, что если мы ничего не предпримем в связи с тем, что происходит на Украине, то следующими пострадают страны Балтии, а первой жертвой станет Литва, потому что тогда Путин попытается установить сухопутный мост между Россией и Калининградом. Как бы ты оценил эту угрозу? Есть ли хоть доля правды в этом обвинении? Нет, нет, вовсе нет. Но чем дольше мы поддерживаем эту враждебность и продолжаем конфликтовать с Россией, тем больше русские будут чувствовать необходимость защищаться и предпринимать действия, которые они считают разумными. Так что это означает множество разных вещей. Ты знаешь, мы не можем прямо сейчас исправить катастрофу, связанную с тем, что Калининград передал Кенигсберг, который в течение тысячи лет был немецкоговорящим городом на территории, где в основном доминировали немцы, Сталину. Понимаешь, что было сделано в основном на основе короткая переписка между Сталиным и Рузвельтом, когда Рузвельт умирал, и Сталин сказал, О, вы ведь не будете возражать, если мы просто оставим Кенигсбека у себя. Мы бы хотели попробовать Портвейн. Разве это проблема? И Рузвельт сказал, о, конечно нет. Во что бы то ни стало, постарайся это сделать. К сожалению, именно так принимаются решения, когда у власти оказываются не те люди, которые ничего не знают. Так что мы все еще боремся с этим. Но, сказав все это, нет, я этого не понимаю. Я не вижу никаких доказательств того, что русские хотят этого. Я имею в виду, что, во-первых, война, вопреки всеобщей поддержке, не является хорошей возможностью для бизнеса. Это ненормально. И я думаю, что европейцы в целом уже поняли это. По крайней мере, я так думал. Таким образом, идея войны на европейском континенте, которая в течение многих лет была предана анафеме всеми, теперь внезапно стала приемлемой. Опять же, я думаю, что европейцам нужно взглянуть на это более объективно и начать задаваться вопросом, что отвечает их интересам. А есть ли у них какой-нибудь интерес? Я имею в виду, что те же самые люди, которые говорят вам в Нидерландах, что вы должны быть готовы бороться со злыми русскими, которые не приедут, тоже заинтересованы в этом. Они пытаются уничтожить ваши сельскохозяйственные угодья, ваш аграрный сектор. Я имею в виду, что Нидерланды, вероятно, являются, если не самой продуктивной сельскохозяйственной системой в мире, то чертовски близки к этому. И все же ты, похоже, стремишься разрушить ее. Я имею в виду, что это похоже на немцев, которые сказали «нет, нет, нет, мы этого не делаем. Мне нужна настоящая энергия». Таким образом, мы собираемся уничтожить нашу научно-промышленную базу, которая является основой процветания большей части Европы и их собственного, ради того, чтобы превратить себя в аграрную пустошь. В этом просто нет никакого смысла. Мир перевернулся с ног на голову. Людям нужно начать обращать внимание на эту чепуху и задавать сложные вопросы. Так что если завтра Европа прекратит поставки оружия, то, во-первых, я не думаю, что у нас осталось много оружия. Может быть, первый вопрос. Какова ситуация с оружием и боеприпасами для нашей пехоты в Европе? Мы сильно истощены или нет? Да, конечно. Я имею в виду, что тебе не нужно задавать мне этот вопрос. Просто спроси европейских военных лидеров. И они ответят все, они говорят вам, что их арсеналы находятся на очень низком уровне. Европейцы не настолько подготовлены и организованы, чтобы производить большое количество боеприпасов или оружие самостоятельное очень быстро. Я думаю, что это следствие того, что цивилизация развивалась на протяжении многих десятилетий. Но это не зависит от того, что мы с тобой сделали. Ты сам сделал это с собой. Мы сами сделали нечто подобное с собой. Наши собственные запасы очень-очень низки. И в разгар всего этого сумасшествия мы говорим о начале войны с Россией. И Россия удивила всех своей способностью быстро наращивать огромную производственную мощь внутри страны для создания новых систем вооружения и неограниченных источников ракет, снарядов и боеприпасов. Я уверен, что вы и все остальные внимательно слушали сообщения средств массовой информации о том, что у русских заканчиваются ракеты. У них заканчиваются ракеты. У них заканчиваются ракеты оттуда. Так больше продолжаться не может. Боже милостивый, ты же знаешь, что это безумие. Точно так же, как и ложные потери, которые были понесены в то время, когда у русских заканчивались силы, они понесли такие тяжелые потери. Это никогда не было правдой. Все это чепуха. Ты должен очнуться в Европе, точно так же, как американский народ медленно начал просыпаться здесь и сейчас. Пойми, что тебе лгут. И еще. Как ты думаешь, каково сейчас число погибших в России и на Украине с точки зрения солдат и гражданских лиц, которые погибли на данный момент? Ну, учитывая тот факт, что помните, что русские после начальной фазы продвижения на территории, которые они в настоящее время занимают, в основном завершились летом и ранней осенью 2022 года, они перешли к стратегической обороне. Если ты занимаешь стратегическую оборонительную позицию, то можешь нанести гораздо больше потерь, чем принимаешь на себя. Так что я бы сказал, что вероятно в боевых действиях в России погибло где-то от 60 до 80 человек, а раненых вероятно вдвое больше. Но учитывая продолжительность этой войны, это на самом деле скромная цифра. Если вы посмотрите на украинскую сторону, то увидите, что погибло более 500 человек. Вы знаете, на меня нападали в течение нескольких месяцев за то, что я говорил людям, что сейчас погибло более 500 человек. Сегодня каждый день они теряют больше солдат, чем когда-либо в прошлом. Нас это не должно удивлять. Они разваливаются на части, они терпят крах, поэтому они отступают. Потери немцев в последний год Второй мировой войны, это был даже не год, я бы сказал, что это было около 9 месяцев, были намного больше, чем они ожидали. Все месяцы до окончания войны. Такое случается в конце конфликта, когда все рушится, люди пытаются отступить, выйти из боя и их убивают. Именно это происходит в Украине. Это бесчеловечно. Мы должны остановить это. Мы в Вашингтоне должны вмешаться и сказать, нет, остановитесь, давайте придем к какому-то урегулированию путем переговоров, пока Украина не была полностью уничтожена. Но никто этого не сделает. Да, я разговаривал с несколькими генералами, бывшими генералами в Голландии, для моего голландского подкаста. На самом деле, сегодня утром я разговаривал с бывшим командиром, и он согласен с тем, что у Украины заканчиваются боеприпасы и войска. В то же время он по-прежнему твердо верит, что для того, чтобы Украина могла вести переговоры должным образом, они должны быть укреплены. У них должно быть больше оружия для того, чтобы занять более выгодную позицию за столом переговоров. Но ты с этим не согласен. На данный момент их положение не улучшится. Кого они собираются обучать владению оружием? За последние два с половиной три года было потрачено огромное количество усилий на подготовку и вооружение войск из Украины. Ты можешь сделать не так уж много. Я думаю, это потому, что европейцы, особенно западноевропейцы, настолько далеки от реальности, когда речь заходит о войне. Они забыли, что вы строили военную базу десятилетиями. Вам не нужно щелкать пальцами, чтобы что-то воплотить в жизнь. Это вопрос номер один. Во-вторых, то, что я бы назвал технологией серебряной пули, вызывает слишком большое восхищение. Если мы просто дадим украинцам достаточное количество ракет «Джавелин», они уничтожат все эти российские танки. Нет. Если мы просто дадим им достаточное количество ракет «Таурус», мы сможем уничтожить их материально-техническую инфраструктуру. Нет. Другими словами, если мы дадим им что-то, что выглядит как еще одно чудо-оружие, ну знаете то, что Гитлер называл «Вундерваффи», то подобная чепуха изменит ситуацию. Нет, так не пойдет. С самого начала у Украины не было никаких шансов добиться успеха. У них было столько же шансов против России, сколько у Мексики против Соединенных Штатов. Забудь об этом. Я удивлен, что во многих отношениях они выступили так же хорошо, как и раньше, но я думаю, что это также зависит от двух факторов. Во-первых, российское военное ведомство и его руководство не хотят нести тяжелые потери. Впервые, я бы сказал, с середины или конца 19 века, существует реальная заинтересованность в сохранении жизни русских в военной форме. Я имею в виду, что во время Второй мировой войны, как мы теперь знаем, потери в этой стране составили по меньшей мере 15-16 миллионов человек. Солдаты были убиты. И еще 20 с лишним миллионов гражданских лиц, вероятно, в общей сложности погибло от 39 до 40 миллионов человек. Это не значит, что русские не собираются этого делать. Им это и не нужно, и они это знают. К тому же Путин человек огромного терпения. Есть и другие, которые хотели бы действовать более решительно. И он сказал, если вы будете действовать более решительно, это создаст иллюзию, что мы именно такие, какими они нас считают, что мы плохие, что мы пытаемся победить. Он сказал, что это не то, чем мы занимаемся. Мы не хотим этого делать. Мы не хотим убивать еще больше православных славян. Это не наша позиция. Мы здесь не для этого. Путин выиграл эту войну благодаря терпению, настойчивости и упорству. И я думаю, что сейчас весной, а я думаю, что это произойдет в конце апреля, середине мая, как только земля высохнет, русские пойдут вперед и положат конец этой войне. Ты прав. Но ведь и в начале войны ты несколько раз говорил, что война скоро закончится, не так ли? Так что на это уходит больше времени, чем ты предполагал изначально. Так и ожидалось. Ну, очевидно, что я этого не делал. Я не был посвящен в основные предпосылки российского военного планирования. Но теперь я знаю, что российские военные на самом деле хотели начать решающие операции как можно раньше, с целью быстрого и глубокого проникновения на восток Украины. Именно президент Путин изменил эти предположения. Он сказал, что во-первых, мы не хотим убивать много людей. И конечно ты знаешь, что русские генералы всегда говорили, ну как же вы идете на войну, когда убиваете большое количество людей. Они хотели нанести удары по всем украинским казармам и объектам, где размещались украинские солдаты, нанеся как можно больше потерь, прежде чем даже отправиться на войну в деревню. Во-вторых, он хотел двигаться очень медленно, потому что сказал, мы хотим убедиться, что люди знают, что мы идем освобождать. Их потому что он знал, что большое количество людей на востоке Украины были русскими. И они ожидали, знаете ли, какой-то помощи от России, потому что их притесняли и с ними плохо обращались. Ну что же, поначалу это сработало. Но потом русские на востоке Украины задали вопрос. Ну и что же вы собираетесь делать теперь? Вы собираетесь остаться? И их ответ был таким, нет, мы здесь просто для того, чтобы эффективно посылать сигналы киевскому режиму о том, что мы хотим, чтобы с вами обращались справедливо. Мы не собираемся оставаться, как только мы победим этих украинцев, которые заявили о своей позиции, мы уйдем. Ну что же, тогда русские и жители восточной Украины сказали, что это замечательно. Так что после того, как мы поработаем с тобой, и ты будешь здесь, и ты уйдешь, появится украинская тайная полиция. Выстрели нам всем в голову. Тогда они, честно говоря, сказали, что пошли вы к черту. Если вы не собираетесь этого делать, убирайтесь вон. Не входите сюда. Ты только усугубишь ситуацию. Ну что же, я думаю, президенту Путину потребовалось время до лета, чтобы эти сообщения дошли до него. И его генерал сказал, что мы потратили впустую много времени. У украинцев было время подготовиться. Теперь мы столкнулись с очень большими силами, и нам потребуется время, чтобы уничтожить их. Нам придется перейти в режим войны. Другими словами, нам придется производить боеприпасы и оборудование. И когда они впервые отправились в восточную Украину, им сказали, ну что же, у нас здесь стоит около шести старых танков. Так что давай просто израсходуем старые танки. Так что если у тебя есть Т-72 и он перестает работать, значит у тебя проблема. Забудь об этом. Спрыгивай с танка, мы купим тебе другой танк. Я имею в виду, что буквально все, что они сказали, было ожиданием, что это ненадолго. Ожидалось, что это будет недолго. Потому что я также думаю, что президент Путин искренне верил, что у него будет партнер по переговорам в Вашингтоне и в Европе. Так что к лету все стало предельно ясно, особенно после того, как мы и наши друзья в Лондоне уничтожили возможность достижения соглашения в Стамбуле, стало совершенно ясно. Послушайте, мы не собираемся прекращать это дело. Теперь это будет долгая война. И когда мы это осознаем, все изменится. Так что все в порядке, нам придется вести больше войск, нам придется мобилизовать больше сил. И нам придется организовать что-то вроде временной обороны. И конечно же в то время появились новые генералы, были приняты новые решения, и они создали эту очень эффективную стратегическую оборону. И ты, наверное, помнишь, что они приняли решение отступить из Херсона и по сути отказаться от коридора к югу от Харькова. Потому что они сказали, что прямо сейчас у нас нет времени его задерживать. Русские всегда понимали друг друга на протяжении всей своей истории. И это то, чего мы на Западе не понимаем. Территория ценна лишь постольку, поскольку она дает вам оперативное или тактическое военное преимущество. В противном случае, проезжайте вы по ней или пролетайте над ней, она не имеет никакой ценности. Так вот почему они добивались успеха на протяжении веков, отступая по траве на огромные расстояния, заставляя противника следовать за ними и вступать с ними в схватку. Это сработало. И в данном случае они увидели, что руководство в Киеве и руководство в Вашингтоне, откровенно говоря, были упрямыми, глупыми, отсталыми. И тратили себя на бессмысленные атаки на эффективную стратегическую оборону. И это сработало. Если ты пойдешь, то это сработает. Еще одно последнее замечание. Европейцы должны это понять. Если ты вернешься к Первой мировой войне, взгляни на так называемый Восточный фронт между Имперской Германией, Австро-Венгрией и Царской Россией. Там очень мало подвижек. А что делают немцы? Немцы на севере продвигаются к Балтийскому литералу, по сути берут Балтийский литерал и цитируют без кавычек, освобождают его от русских. Хотя они не были безнадежно угнетены царем никоим образом, а затем просто захватывают Польшу. К востоку от Варшавы. А дальше эта линия тянется до Карпат и охватывает большую часть Западной Украины и Галиции. Так вот, именно там они и остановились. Вот и все. Потому что они знали, что там ничего нет, кроме бесконечной, бескрайней территории, миль пустоты. И помните об этом. Вы не выиграете войну, растрачивая свои ресурсы впустую, как это сделал Гитлер в 1941, 1942, 1942, 1943. И в конечном счете, в конечном счете, в 1944 годах. Войны. Русские это понимали. Они на собственном горьком опыте убедились в этом во время Первой мировой войны, когда сражались с немцами. Да, это интересно, потому что так же происходит и на Западе. Вы часто читаете, что Россия плохо справляется с завоеванием любой территории. Но кажется, что русские в основном находятся в процессе, в основном демилитаризации не только Украины, но и всего НАТО, по сути, для того, чтобы создать ловушку, в которой мы потеряем много оружия. Но если иметь в виду то, что ты только что сказал, то какой тогда будет стратегия России, если мы решим прекратить поставки оружия Украине? Как ты думаешь, как далеко они продвинутся на Запад? Ну что же, я знаю, как далеко они не хотят продвигаться. Они действительно не хотят переправляться через реку Император и маршировать до самой границы с Польшей, Молдовой и Румынией. Это именно то, чего они не хотят делать. Если их вынудить, они это сделают. Другими словами, если никто не будет с ними разговаривать, никто не будет вести переговоры, никто не будет заниматься бизнесом, то очевидно это вариант, и его не следует отвергать. Это реально. Они предпочли бы закрыться. Я думаю, что территория к северу от Замброзии до реки Днепр определенно должна быть закрыта. Они хотят, чтобы Харьков, исторически русский город, снова стал русским. Одесса, которая никогда не была украинской, всегда была русской. Они захотят, чтобы Одесса снова стала русской. И я не думаю, что они откажутся от своих территориальных требований. Уж точно не сейчас. Сейчас, если мы проявим смекалку, мы продолжим бизнес и заключим выгодную сделку, которая позволит Украине существовать в какой-то уменьшенной форме. Я просто не знаю, произойдет ли это или нет. И если мы не будем разговаривать, то опять же русские решат, стоит ли переходить реку, идти маршем на Киев, а затем на Запад, к Лавову. Я не думаю, что это то, чего они хотят. Не забывай, что Киев практически аналогичен Иерусалиму, когда речь заходит о западных христианах и евреях. Так что я не думаю, что они этого хотят. Они хотят драться с кем угодно на улицах Киева, если могут этого избежать, но они могут прийти к выводу, что не могут. Кроме того, на Западе Украины и в Киеве так много ненависти к русским, что я стану для России чем-то вроде Афганистана, если они захотят оккупировать этот город. Я так не думаю. Западные украинцы, и кстати я вырос вместе с ними в Соединенных Штатах, и очень хорошо их знаю, являются неисправимыми антикоммунистами. И к сожалению, коммунистическую идентичность путают с российской. Но даже те, с кем я вырос, придерживались мнения, что русские были такими же жертвами Сталина, как и они сами. И у них был другой взгляд на вещи. Но я не думаю, что это произойдет. Послушай, Путин не дурак. В прошлом он выступал с публичными речами, в которых говорил, что мы понимаем Украину. Мы прожили с украинцами много лет. Мы знаем, что люди на Западной Украине не хотят иметь с нами ничего общего. Мы не хотим иметь с ними ничего общего. Они, вероятно, были бы счастливее, если бы каким-то образом объединились с поляками. Не забывай, что Западная Украина веками находилась под польско-литовским господством. А до того, как она оказалась под польско-литовским владычеством, после монгольского завоевания она перешла под власть литовского князя. Так что люди на Западе совсем другие. У них другой язык, другая культура. Он знает, что не хочет иметь с ними ничего общего, и меньше всего ему хочется управлять ими. Вот что я пытаюсь сказать людям. Если вы глупые и отказываетесь сесть за стол переговоров с Москвой и выработать решение, каким бы несовершенным оно вам не казалось то, и каким бы унизительным это несомненно не было для нас из-за нашей глупой позиции по отношению к Москве. Мы должны это сделать. Мы должны сделать это ради человечества. Мы должны сделать это ради Украины. Мы должны сделать это ради Европы. Нам нужно закрыть главу об этой ужасной войне и сделать так, чтобы ничего подобного больше не повторилось на европейском континенте. Мы этого делать не будем. Мы делаем все наоборот. Мы пытаемся продолжать в том же духе. А если Трамп победит на выборах, каковы будут его действия по урегулированию конфликта? Стал бы он напрямую звонить Путину и пытаться договориться о сделке? Или чего ты еще ожидаешь? Зная президента Трампа немного лучше, чем я, я знаю, что у него хорошие инстинкты. И да, отвечая на твой вопрос, он захочет прийти к какому-то решению. Вопрос в том, что будет с остальными членами правительства. Ошибка, которая была допущена в 2017 году, заключалась в предположении, что вы избираете нового президента, и внезапно все меняется. Ну что же, федеральная бюрократия не изменилась. Конгресс не изменился. Так что отношение осталось прежним. И он так и не получил контроль над Министерством обороны, государственным департаментом или разведывательными службами. По сути, это было глубоко. Да, они остались в руках его врагов, людей, которые полны решимости чинить ему препятствия на каждом шагу. Они все еще здесь, в Вашингтоне, они по-прежнему доминируют в этом городе. Вопрос в том, кто входит в его команду. И когда я смотрю на людей из его команды, мне становится страшно, потому что большинство из них на самом деле не поддерживают его. Они подписались на него в надежде, что он будет избран, и они смогут делать то же, что и в прошлый раз. Кататься на его фалдах, получать прибыль колоссально, но фундаментально ничего не меняет. Все в Вашингтонском сообществе, если это можно так назвать, заинтересованы в сохранении статус-кво. Чтобы что-то изменилось, им всем придется уйти, если говорить откровенно. Так что осуши болото, как изначально советовал Трамп. А если бы тебя попросили стать частью его администрации, ты бы сказал да на это. Это будет зависеть от того, что президент попросит меня сделать. Но имейте в виду, что всякий раз, когда президент Соединенных Штатов просит вас что-то сделать, для меня большая честь служить ему. Я искренне верю в это. Так что я отнесусь к этому очень, очень серьезно. Проблема в том, что один человек в команде людей, которые на самом деле все еще настроены против президента, ничего не изменит. Все остановятся. Ты знаешь, одна из вещей, которую он сделал, он обнаружил, что издает директивы. Я хочу, чтобы все американские солдаты были выведены из Сирии. И вот ему сказали, хорошо, мы так и сделаем. А потом, спустя несколько месяцев, он обнаружил, что они не покинули Сирию. Ну что же, они никогда не покидали Сирию. Люди лгали ему и говорили, что он, ну ты понимаешь, что это происходило на самом деле. Ты знаешь, президент Эйзенхауэр предупреждал Кеннеди, когда Кеннеди стал президентом в 1961 году, он сказал, ты должен быть безжалостным. Потому что ты будешь приказывать людям делать что-то и ожидать, что это будет сделано. В некоторых случаях они этого не делают. Если они этого не сделают, ты должен быть безжалостным и избавиться от этих людей, раздавить их, изгнать из правительства. То же самое верно и для людей, которые могут быть нелояльными, которые решают поговорить со средствами массовой информации, которые решают подорвать твою политику, будь безжалостным, изгоните их. Он пошел дальше по списку. Ну конечно же Кеннеди этого не делал. И он пережил катастрофу в заливе свиней. А потом, после катастрофы в заливе свиней, он внезапно осознал, боже мой, ЦРУ настроено против меня. Министерство обороны настроено против меня. Государственный департамент не оказал мне никакой помощи. Вот в чем проблема. Ты должен пойти туда и разобраться с этим. Ты должен обезглавить все эти агентства, а затем начать сокращать бюрократический аппарат. И конечно же это будет болезненно. Я думаю, что такая возможность представится в этой стране, но вероятно не раньше, чем мы потерпим финансовый крах. И конечно же я думаю, что это произойдет. Просто никто точно не знает, когда именно, но ты знаешь, что наш суверенный государственный долг составляет 35 триллионов долларов и растет на триллион долларов каждые 100 дней. Если европейцы считают, что это устойчиво с течением времени, им придется сесть и объяснить мне это, потому что я так не думаю. Ну я имею в виду, что с точки зрения финансовой устойчивости Европа выглядит еще хуже, чем США. Но я согласен, что вся финансовая система в целом не является устойчивой в том виде, в каком она есть сейчас. А что ты все же думаешь о Китае? Ты ожидаешь, что там в ближайшее время откроется линия фронта? Ты ожидаешь, что Китай вторгнется на Тайвань в этом году? Нет, нет, Китай не собирается вторгаться на Тайвань, пока мы не разместим войска и ракеты на тайваньском острове Тайвань. В последнее время мы вели себя очень глупо. Мы разместили силы специального назначения на небольших островах недалеко от китайского побережья, которые принадлежат Тайваню. Китайцам это не нравится. Китайцы будут наблюдать за этим, но они, вероятно, не станут терять сон из-за нескольких спецназовцев. В то же время недавно мы провели глупые десантные учения с двумя морскими пехотинцами у берегов Тайваня. Знаешь, это все равно, что повторить штыковую атаку 1865 года. Это довольно глупо. Китайцы не будут беспокоиться по этому поводу. Но если мы разместим серьезные ракеты в регионе и особенно на Тайване, то все ставки будут сняты. В этот момент китайцам придется принять решение. Неужели мы пересекаем 100 миль по воде и рискуем потерять много людей во время путешествия? Или мы просто сравняем Тайвань с землей? Я думаю, они бы его сравняли с землей. Это было бы не только гуманитарной катастрофой, но и большой экономической катастрофой. Но учитывая тот факт, что там производится так много чипсов, я бы сказал, что вся мировая экономика рухнет в одночасье. Ну ты же знаешь, китайцы не хотят этого делать. Китайцы покупают чипсы, корейцы покупают, японцы покупают. Все они заинтересованы в том, что происходит на Тайване. Если быть с тобой откровенным, я не могу найти никого в Азии, кто был бы заинтересован в войне с кем бы то ни было. Единственные люди, которые говорят о войне, это американцы. И это факт. Если ты посетишь северо-восточную Азию, поговори с тамошними жителями, и ты узнаешь, боятся ли они Китая. Ну что же, они боятся Китая, но не по тем причинам, о которых мы думаем. Они не боятся Китая в военном отношении. Но Китай это страна, в которой проживает 1,21-3 миллиарда человек. Они едва могут держать себя в руках. И никто не хочет, чтобы в их странах было больше китайцев, потому что когда вы разрешаете китайцам въезжать в вашу страну в большом количестве, вы знаете, их количество увеличивается с 20 до 2 миллионов, с 2 от миллиона до 20 миллионов, от 20 миллионов до 30 миллионов, и внезапно вы теряете свою страну. И это история Азии. Большая часть того, что мы сегодня называем Китаем, стабилизировалась за последнюю тысячу лет, но большая часть этого изначально не была китайской. Районы, простиравшиеся Шанхая до границы с Вьетнамом, изначально были вьетнамскими. Ну и что же с ними случилось? Они были поглощены и исчезли. Я имею в виду, что мы могли бы часами говорить об этом. Это то, о чем беспокоятся азиаты. И я думаю, что они беспокоятся об этом с экономической точки зрения. Китайцы очень хорошо умеют практиковать экономический империализм. Хотя к его чести Си Цзиньпин открыл свои рынки, например для японцев, для их сельскохозяйственной продукции, для всего остального. Поскольку исторически причина враждебности Японии к Китаю заключалась в том, что позиция Китая заключалась в том, что вы платите дань уважения нам и императору. Мы впустим вас в страну. Наши рынки сбыта. Японцы не собираются никому платить дань уважения. И поэтому у вас было несколько войн. Но мы не должны упускать из виду проблемы в Китае. Я имею в виду, что они провели инспекцию ракет в береговой обороне, в поясах противовоздушной обороны. Затем они обнаружили, что из некоторых из этих ракет было слито много топлива. Эти штуки были в рабочем состоянии. Ну что же, это еще одна проблема, коррупция. Это море коррупции. Китай слишком велик, чтобы им можно было управлять. Так что в конечном счете это тоже второстепенная проблема, верно? В какой-то момент это тоже своего рода перегиб. Ты становишься слишком большим, а потом распадаешься на части. Ну что же, так исторически сложилось. И обычно это происходит из-за неспособности династии прокормить и защитить всех, понимаешь, защитить людей от вторжения. Потому что в Китае за последнюю тысячу лет, или около того, я думаю, я видел, статистика показывает, что почти 400 из этих последних тысяч лет Китай находился под властью иностранного правительства. Обычно это были монгольские и тюркские языки, иногда это были европейские. Ты знаешь, они очень чувствительны к Южно-Китайскому морю, потому что все топливо, вся нефть, природный газ и продукты питания, которые поступают из Восточной Африки и Персидского залива, проходят через пролив Малака и далее через Южно-Китайское море. Ну что же, они научились бояться этого, потому что Королевский военно-морской флот научил их бояться этого. Королевский военно-морской флот Великобритании командовал всем, и у китайцев были серьезные проблемы. Так что с этой точки зрения китайцы обеспокоены тем, что мы попытаемся сделать с ними то же, что сделал Королевский военно-морской флот. И конечно же у нас есть отличная имитация Королевского военно-морского флота, когда мы можем попытаться запугать или унизить их на море. Мы говорим о том, что все китайцы ведут себя агрессивно. Нет, на самом деле это не так. И большая часть того, что происходит в этих районах, не имеет для нас никакого значения. Исторически сложилось так, что мы считаем, что каждый должен иметь возможность свободно торговать через океаны. Китайцы никогда не останавливали ни одно коммерческое судно. Так если они никогда не останавливали ни одно коммерческое судно, то почему это нас интересует? А если китайцы, вьетнамцы, филиппинцы, тайцы и другие хотят драться в море за рыболовные угодья? Что же, пусть так и будет. Ты же знаешь, я не хочу вмешиваться в это дело. Я имею в виду, что это было бы все равно, что отправиться под парусом военно-морского флота Соединенных Штатов к северу от Шотландии, чтобы поссориться между жителями Исландии, Ирландии и Шотландии из-за рыболовных угодий. Это безумие. Ты прав. Да, и это очень ясный и точный анализ. Может быть, я дам тебе несколько заключительных советов. Конечно, мы уже говорили о Европе, но я европеец, я живу в Нидерландах, я беспокоюсь о наших перспективах и вижу, что руководство терпит неудачу. Может быть, ты суммируешь свой совет европейцам? Выборы, конечно же, состоятся в июне, так что несколько позитивных советов для нас, европейцев. Что мы можем сделать, чтобы улучшить наши обстоятельства? Ну что же, если европейцы хотят того, что я бы назвал процветанием и безопасностью, тогда им следует проголосовать за отставку всех, кто в настоящее время руководит их правительством, и признать, что для Европы потребуется по меньшей мере десятилетие, точно так же, как это будет происходить в Соединенных Штатах, чтобы оправиться от ущерба, который наносился годами, но особенно от очень серьезного ущерба за последние три года. Три с половиной года. Я всегда возвращаюсь к 1990 годам, и вижу, что ущерб начался в 1992 году, а затем неуклонно ухудшался. У тебя огромная проблема с миллионами людей внутри Европы, которые не являются европейцами, которые не хотят быть европейцами, которые не могут стать европейцами. Ты хочешь выжить или нет? Знаешь, на днях я читала дискуссии между шведскими представителями, маршалом Бенда, маршалом Наполеона, который в конечном итоге был избран шведским парламентом, чтобы править Швецией. И этот вопрос был задан, и я думаю, что именно Бернадотт задал его. Почему вы хотите, чтобы Швецией правил французский маршал? И они назвали несколько причин, но они сказали, что мы древнее государство. Мы хотим выжить. Твое лидерство имеет решающее значение для нашего выживания. Ну что же, я думаю, европейцы должны смотреть на это так же. Ты знаешь, когда я был в Верховном штабе союзных держав в Европе, мы придерживались позиции. Я говорю, что мы как американцы определенно придерживались позиции. Что если вода в ее источнике самая чистая, то Европа — это источник нашей цивилизации. Если вы занимаетесь саморазрушением с помощью бессмысленных войн, вынужденной миграции или миграции, которой вы не хотите, это разрушает ваше общество. Тогда этот источник цивилизации погибает. Я не хочу, чтобы он погиб. И я считаю, что Соединенные Штаты неразрывно связаны с Европой, их культурой, историей, цивилизацией. Именно поэтому я и другие служили в Североатлантическом альянсе, потому что мы верим в это. Ну что же, ситуация изменилась, и нам больше не нужно находиться в Европе в большом количестве, чтобы помогать защищать Европу от злобных русских. Они не приедут. Проснись, почувствуй запах кофе, все кончено. Русские не хотят приезжать. Но у тебя есть и другие проблемы внутри твоего собственного общества, как и у нас. Ты должен решить их сам. Так что положи конец этому бессмысленному конфликту. Если ты хочешь процветания и безопасности, давай стремиться к миру и урегулированию путем переговоров как можно скорее, чтобы ты мог вернуться к тому, что есть. Действительно важно. Вместо того, чтобы разрушать сельскохозяйственный сектор в Нидерландах или Германии, как насчет того, чтобы защитить его? Ты знаешь, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, производится достаточно продукции, чтобы прокормить не только Европу. И это хорошо. Зачем нам это уничтожать? Ну что же, мистер Макгрегор, большое спасибо, что уделили нам время. И это была действительно замечательная беседа. Я желаю вам всего наилучшего, и возможно мы сможем повторить это в будущем.